Четвертый дом на улице Каховской. Зданию уже почти 40 лет и капремонт здесь запланирован. Чтобы провести работы по максимуму, жители не тратят время впустую и платят взносы. Там внизу все прогнило. Там все, у нас канализация течет в подвал. Вроде бы там что-то сделают, опять течет. Капитальный ремонт, он нужен, конечно, нужен. Надо за всем следить. За два предыдущих года в Самарской области капитально отремонтированы больше тысячи домов. Сегодня в строительных лесах еще 700 зданий. Все это благодаря взносам. Их в регионе платят более 80% собственников жилья. Платить фонд капитального ремонта действительно необходимо. Это, учитывая все современные нормы законодательства, ответственность каждого собственника своего жилого помещения. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт, он принят постановлением правительства Самарской области. И на сегодняшний день, с 1 июля 2016 года, он составляет для домов до пяти этажей, это 5 рублей 27 копеек. Для домов свыше пяти этажей 6 рублей 45 копеек. За один квадратный метр. Региональная программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. В нее в Самарской области попадают 15 тысяч 900 многоквартирных домов. Там, где жильцы платят взносы за капремонт, вполне можно рассчитывать на такие виды работ, как ремонт кровли, фасадов, фундамента, инженерных сетей, замена лифтового оборудования. Стоит отметить, с каждым годом контроль за качеством выполнения работ становится все жестче. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События.